Недавно, когда я был на сатсанге в Селеме, один человек сказал, мне 54 года, он думал, что это много. Он сказал, за это время я встретил много духовных учителей, но меня никогда никому не тянуло так, как к вам, меня неизбежно тянет к вам, что же такого есть у вас? Я ответил, у меня есть все то же, что и у тебя, просто каждому из нас было дано Семя, несущая возможность безграничности. Вы очень осторожный человек. Вы очень осторожный и хороший человек, поэтому сохраняйте это Семя. Я уничтожил Семя и превратил его в дерево. Если вы хотите превратить Семя в дерево, Семя не может сохраниться. Если вы будете взращивать его, оно станет деревом. Если вы храните его в нетронутом виде и просто носите с собой, это глупо. Считается, что самосохранение разумно. Позволить себе разрушиться, уничтожить ограниченную возможность того, чем является отдельный человек, это разумным не считается. Исключать всех и сохранять себя — вот что считается разумным. Так что вы умны. Настолько умны, что даже обманули жизнь. Слишком умны. Все мы пришли с одним и тем же Семенем. Но для того, чтобы оно стало деревом, несмотря на то, что каждое Семя несет в себе одинаковую возможность, между этими двумя формами — семенем и деревом — есть дистанция, которую необходимо пройти. Если вы хотите, чтобы Семя стало деревом, вам нужно заботиться о нем, защищать его. Вы должны избавлять его от сорняков. Сорняков очень много. Все тех же сорняков, которые не дают покоя человечеству, уже миллион лет. Но люди до сих пор не разобрались, как справляться с этими сорняками. Такие простые вещи, как гнев, ненависть, зависть, страх, сомнения, бесконечные сомнения. Все те же сорняки, которые продержались слишком долго, потому что сорняки не нуждаются в уходе. Сорнякам не нужна защита. Сорняки не нуждаются в возделывании. Они просто растут. Но если вы хотите, чтобы Священное Семя проросло и расцвело, вам нужно пропалывать сорняки, возделывать и удобрять землю, и нужно убедиться, что есть достаточно воды и солнечного света. Если вы боитесь жгучего солнечного света и избегаете его, вы также избегаете и поддерживающий жизнь солнечное тепло, находясь в рабстве у своего инстинкта самосохранения. Вы хотели бы избежать солнечного света и скрыться в тени, но так вы упустите и его теплоту, поддерживающую вашу жизнь. То, что является основой жизни, является также и тем, что завершает жизнь. То, что может сжечь, может и испечь. Если вы хороший пекарь, вы можете что-то испечь. Если плохой, то можете только зажигать. Это очень простое, но в то же время деликатное действие. Испечь хлеб — очень простая, но деликатная задача. Тот, у кого есть навык, делает это без усилий. Тот, у кого навыка нет, всё сжигает, и вместо хлеба получает либо сухари, либо угли. Углерод очень важен. Это основа жизни на этой планете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok